Работа с главным контуром, рабочим срезом. Часть первая. Принцип работы. Как уже говорилось, в программе есть возможность в качестве главного для работы контура использовать либо готовый вид, либо рабочий срез с заложенными припусками на обработку. Если главный контур на лекале рабочий срез или просто рабочий, то от него шов строится внутрь детали, образуя зависимый производный контур готового вида. Он служит лишь для промеров длин и посадок. А изменения в лекала вносятся на главном, внешнем контуре. Например, измеряем посадку на участке плеча по контуру шва. А вот чтобы изменить длину участка плеча, указываем именно внешний, главный контур. Шов изменится автоматически. Для возможности создавать на контуре среза модификации с помощью функции закладки швы, на лекалах с главным контуром рабочим фактически существует не один, а два среза. Один главный, а второй производный, зависимый. Оба контура среза становятся видны только при выполнении модификаций закладки швы. Розовый контур сохраняет исходный вид лекала, а зеленый меняется согласно выбранной команде. Это дает возможность перестроения модификаций производного среза при изменении формы главного среза. То есть на самом деле существует два контура среза. Главный контур среза розового цвета и производный контур зеленого цвета, на котором и выполняются все модификации закладки швы. Ну и так же, как и для варианта работы с главным контуром готовым видом, при изменении главного контура автоматически перестраивается производный контур срез. Главный контур лекала розовый называется рабочий срез или рабочий, это исходное состояние лекала без модификаций, а зеленый контур это срез, не главный, производный, точная копия поверх рабочего контура, на котором возможно построение закладки швы для окончательного вида лекала при раскрое. Ведь именно срез выходит на печать в раскладках. Если на лекале главный контур готовый вид, в работе находятся два контура, готовый вид и срез. Рабочего контура не существует в этом случае. Если же на лекале главный рабочий контур, в работе будет три контура, главный рабочий и два производных. Срез, созданный автоматически поверх рабочего контура и производный контур готового вида, созданный внутрь от главного контура командой построения шва. Таким образом, при любом главном контуре, готовом виде или рабочем контуре, срез всегда производный. Смысл существования двух контуров среза состоит в возможности на производном контуре среза создавать модификации, которые будут автоматически изменяться при изменении главного контура. Но так же, как и для главного контура готового вида, можно работать прямо на главном контуре, отключив видимость или чувствительность производного среза. В этом случае, модификации закладки швы не могут перестраиваться. Новые участки построений входят в состав лекала. Если теперь включить видимость среза на экране, видно, что он автоматически повторит форму главного контура. Все команды горизонтального функционального меню при указании точек или участков из двух совпавших контуров среза автоматически выбирают главный, рабочий контур. А производный срез перестраивается автоматически. И только работая в закладке швы, можно выбрать, работать либо на производном контуре, с возможностью перестроения модификаций, либо работать прямо на главном контуре, без такого перестроения. В блоке видимости и чувствительности контуров самая первая кнопка – это видимость рабочего контура среза розового цвета. Точка надписи на лекалах всегда окрашена в цвет главного контура для отличия. Поэтому точка надписи на лекалах с главным контуром готовым видом – желтая, а на лекалах с главным рабочим контуром – розовая, а не зеленая, как производный срез. В ходе работы можно менять на лекале главный контур, переназначая его в окне параметров контура. Например, создавая с помощью макрокоманды прямоугольное лекало, по умолчанию образуется лекало с главным контуром – рабочим. Можно изменить его тип при необходимости на готовый вид, а наружу отложить шов, получая производный контур среза. Работая с моделью, часть лекал может быть с главным контуром готовым видом. Это более удобная форма работы при моделировании, установке посадок, проверке сопряжений и т.д. Но при построении, например, клеевых прокладок, удобнее создавать лекало с главным контуром – рабочим срезом. Это удобно, ведь именно срез является окончательной формой лекала для раскроя, и не нужно будет на этих деталях еще создавать швы, строить срез. При оцифровке отработанных лекал на дигитайзере с припусками швов, либо при получении лекал от инофирм с помощью программы «Конвертер», конструктора работают с лекалами, где главный контур – рабочий срез, а не готовый вид. А поскольку все-таки удобнее работать в программе с главным контуром готовым видом, можно отложить на таких лекалах шов, получив производный контур готового вида, и назначить его главным контуром. При этом контур среза исчезает, и его нужно будет построить после отработки модели. Цветовые настройки для среза Работая с главным контуром лекала рабочим срезом, есть особенность при переходе в различные цветовые режимы программы. В окне настроек программы в цветовом режиме «Контуры» каждый контур имеет свой цвет, согласно настроек закладки «Цветовая гамма». Эти цвета одинаковы для всех лекал экрана. Рабочий срез – розовый, срез – зеленый, готовый вид – желтый. И точка надписи лекала всегда окрашена в цвет главного контура. На экране довольно просто отличить один контур от другого, но между собой все лекала окрашены одинаково. Можно перейти в другой цветовой режим, когда каждое лекало на экране будет окрашено разными цветами, согласно введенным конструкторам цветам. Цвет лекал на экране при этом можно будет изменить. Но все три контура – и рабочий, и срез, и готовый вид – на каждом из лекал будут одного цвета, и их трудно не перепутать. Поэтому можно изменить тип линии на пунктир для части контуров. Например, включаем для контура шва готового вида – пунктир. А для рабочего контура выберем более крупный пунктир с точкой. Линию среза можно оставить сплошной линией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...